Еще один теннисный день завершился в спортивном комплексе «Грация». Накануне после определения чемпионов страны в командном зачете стартовало личное первенство и турнир в парных разрядах – мужских, женских и миксах. У меня с напарницей Олей мы два года назад выиграли чемпионат России, в том году заняли второе место. Меньше, чем на медаль, я в этом разряде не согласен. Не успели утихнуть страсти по медалям командного чемпионата России, накал борьбы раскалился до предела в личном зачете. Самые рейтинговые теннисисты страны – 16 мужчин и 16 женщин – пропустили квалификацию. Остальные участники соревнований были разбиты на группы «Потра» и сражались за выход в основную сетку турнира. Неудачно выступили самарские мужчины. Из четырех ни один не смог продолжить борьбу за медали. У судья четыре мяча просто так засудил. Счет был 2-0, 10-9. И мне сняли подачу, и после этого я проиграл две партии. Арбитры – это те, кто обслуживает встречу у стола. Они могут повлиять на ход встречи значительно меньше, чем в футболе и в хоккее. Но какие-то моменты, тем не менее, остаются на усмотрение арбитра. Мне еще по моим годам 16 лет. Здесь проходит личная команда по взрослым, по мужчинам и женщинам. Я скажу, но мне еще по моему уровню тяжело здесь играть. Приходится. Вот я играл сейчас в встречу с Фильчем, он более опытен. У него есть какие-то свои уже намеки на сильные достижения в игре. У меня сейчас было играть против него сложно. В женской квалификации сенсации не случилось. Теннисистки сыграли в силу своих возможностей. От сборной Самарской области выступило шесть спортсменок и только одна зачехлила ракетку. За медали чемпионата страны продолжили играть Екатерина Чернявская, Светлана Махначева, Валерия Щербатых, Лилия Колючева и Мария Тайлакова. Они не очень сильно уступают по классу вот этим лидерам. То есть сразу с первого же матча будут очень сложные встречи. То есть независимо от того, кто попадет на сильнейшего игрока, это не значит, что сильнейший игрок выиграет. Борьба за чемпионский титул среди мужчин и женщин в личном зачете будет проходить три дня. В воскресенье спортсмены разыграют комплект наград в финальных поединках. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.